Мы ее не можем найти. Вы не знаете, где она? Она всегда здесь. Где-нибудь она ходит. Знаете, до часовинки дойдите. Она всегда вот на этом уголке стояла. Мне в детдоме все говорили, ты-то наиболее артисткой. И мы во время войны всем детдомовским приходили в госпиталь и выступали. Концерты делали, плясали, пели, пирамиды строили, мостики делали. Я залазила на пирамиду и говорила, да здравствуй, СССР! Солдаты радовались и конфеты давали. А здесь на Веденском тоже артисты лежат. К ним приходят их друзья, товарищи. И многих я из них знаю. Вот и прожил я свой век на этом свете. Жил по совести, и Бог тому судьбья. Все пронзительней закаты и рассветы. И все реже навещают сыновья. Сыновья теперь от многого свободны. Я, наверное, не учитель им уже. Что-то главное утрачено сегодня На каком-то неприметном вираже. И пускай сегодня прошлое не в моде, Я скажу по-старомодному сейчас. Мы уходим, мы уходим, мы уходим. Дай вам Бог пожить, ребята, лучше нас. Наша Родина была скупа на милость, Как издерганная нищетою мать. Сколько жизней, сколько судеб не сложилось, Я, наверное, ей не смог бы сосчитать. Но когда беда стояла у порога, Мы обиды забывали в тот же миг. Не случайно на иконах образ Бога, Вечно терпящий и просветленный век. И пускай сегодня прошлое не в моде, Я скажу по-старомодному сейчас. Мы уходим, мы уходим, мы уходим. Дай вам Бог пожить, ребята, лучше нас. Мы, наверное, во многом ошибались, И во многом разобраться не смогли. Но по совести, по чести жить пытались, И для вас отчизну нашу берегли. И пускай сегодня прошлое не в моде, Я скажу по-старомодному сейчас. Мы уходим, мы уходим, мы уходим. Дай вам Бог пожить, ребята, лучше нас. Мы уходим, мы уходим, мы уходим. Дай вам Бог пожить, ребята, лучше нас. Сегодня вроде такая потрясающая погода. И люди идут потихонечку сюда. И я подумал, ну, может быть, это мое появление здесь. И вообще, как бы, мои разговоры, Может быть, кому-то напомнишь, Надо просто сходить. Вот, например, я забыл, в чем ужас, Что 13 марта была очередная годовщина кончины бабушки, Которая умерла в 96 лет, в 82-м году. Округ которой собиралось огромное количество родственников, Залматы и еще откуда-то, еще откуда-то. Вадик, значит, похоронен на Кунцевском, На Кунцевском, на Новом. Там тоже два, как бы, есть кладбища. А отец, значит, в Горьком, Я не помню, как оно называется, просто не знаю. Ну, практически так же, как в Москве, вот здесь, в центре. Не всегда удается 11 апреля приезжать. В этом году постараюсь успеть. Хотя именно 11-го спектакля, это, я знаешь, Как заранее не успеваю предупредить, Все время думаю, а и ничего страшного, и мимо. Вот, но чуть попозже, значит, чуть попозже поеду. Я заложился в поворот, но ехал, как на ощупь, Дорога, лед и солнце по глазам. Он вылетел навстречу мне, а дальше, как нарочно, Он по газам, а я по тормозам. Судьба нас порознь вела к потайному исходу, Сверяя жизни строго по часам. У нас был в чем-то схожий путь, Но разная порода, он по газам, а я по тормозам. Но все, что прожили мы с ним, сорвалось на излете, И в этот миг понятно стало нам. Мы сделали свой главный ход на этом повороте, Он по газам, а я по тормозам. Металл порвался, как картон, и сердцу стало тесно, И распахнулись двери в небеса. Мы смертью искупили жизнь на этом самом месте, Он по газам, а я по тормозам. В раю он получил Порше, а я Феррари белый, Для нас уже горел зеленый свет. Ну, значит, мы закрыли счет, И можно ехать смело, В раю на трассе поворотов нет. Ну, значит, мы закрыли счет, И можно ехать смело, В раю на трассе поворотов нет. Сережа, видишь вот эту вот картину? Лодочник перевозит душу мертвого человека На тот берег, на суд Господний. А там будет Царица Небесная встречать эту душу. И когда она встретит эту душу, А она возьмет и приведет эту душу К своему возлюбленному сыну И встанет на коленочке И будет просить, Чтобы Господь простил этой души все грехи. И тогда Господь простит и скажет, Мать моя, встань с коленочки, Твоей овечки я прощаю. И потому что она покаялась, И Господь ей простил. И она пошла в Царство Небесное. А где она сейчас? Мы ищем ее. Знаете, мне самого бы хотелось это знать. Я сам ее ищу. В 60-м году я жила в бараке. И слышала, что кто-то должен в космос полететь. Еще Гагарин не летел. Я не растерялась, Да скорее письмо писать Москва-Кремль, Я хочу в космос лететь. Через несколько времени получаю письмо. Мне они благодарят за мою отвагу. Говорят, раз ты на самолете не летала, Мы тебя в космос пустить не можем. И я пришла к соседям, Они прочитали письмо и говорят, Ты наша космонавта, И все мне должны, что я космонавта. Пойдем, Селёшенька, Я тебе покажу, покажу, что там есть. Пойдем, Селёшенька, пойдем. В небо белым голубем подымусь, К матушке родимой домой вернусь, Приличу порой предрассветною, Остучусь в окошко заветное. Ты помни, не плачь, моя родная, Собери родню, помянуть меня, Да сходи во храм за околицу, Поклонись святой Богородице. Бился я за силу державную, А погиб за Русь православную. Та земля чужая, кавказская, Стала мне могилой солдатскою. В небо белым голубем подымусь, К матушке родимой домой вернусь, Приличу порой предрассветною, Постучусь в окошко заветное. А еще Сережа Веденской кладбище называется немецким. А почему? А потому, что до революции здесь хоронили иностранцев. Их всех в России называли немцами. Тамара Павловна, а вы кто по национальности? Я аримянка Сереженька, Но родилась и прожила всю жизнь в России. Здесь моя родина. И говорю я только по-русски. А это могила доктора Гааза. Он был немец. Он был главным врачом московских тюрм. Он делал для заключенных больницы, Строил на свои средства, Лечил их. К нему прибегали и с болезнями, и с горями, И все, что бы у них ни было, Они как к родному отцу бежали. Тогда доктор Гааз на себя делал кандал, Прошел 25 верст. И пришел и говорит, это невозможно. И он добивался, чтобы кандалы сделали с подкладками. И вот он наконец-то, наконец-то добился этого. И вот когда доктор Гааз умер, То собрали заключенные медьяки, И на эти медьяки, вот они сделали серьезно, Видишь, какой памятник на этом месте. Теперь у них на земле нет такого человека. И они его фразу говорят, Спешите делать добрые дела. Все не перескажешь. Вот такие чудеса. Вот таких вот я и люблю рассказать. Таких люблю. Вон, видишь, памятник. Здесь похоронены немецкие солдаты Первой мировой войны. А дальше лежат французские солдаты Наполеона. А это Сережа Аллея Слава. Здесь уже лежат наши солдаты Второй мировой войны. Афганастана и Чечни. А здесь, Сережа, похоронены два милиционера. Их с автомата убили. И я очень просила Царицу Небесную, Чтобы Царица Небесная им спасла души. А вообще, Сережа, на этом кладбище Двадцать милиционеров похоронены еще. Вот такие дела. Он пришел совсем салагой Из учебки в Фергане. Но сумел себя поставить Как-то сразу. А потом, как говорится, На войне, как на войне. Но Серега не подвел меня Ни разу. А потом долги, заботы, Бесприютная семья, Службы в органах, Погоны капитана. Все сложилось, я смирился, Только видно, часть меня До сих пор не возвратилась из Афгана. Вот опять кабак облава По наводке ФСБ. Мы как клоуны В игре чужих амбиций. А на встречу мне Серега Снова верен сам себе. Ей начальник говорит, Хорош писица. А потом мы с ним в участке Пили водку из горла. За ребят однажды Канушет в бессмертие. Ведь была же наша правда, Ты же помнишь, что была. Где ж теперь она, Серега, Кто ответил? Вон, а как нас разметала, Я в ментах, а ты в бродве. Как же вышло так? Скажи ты мне, Серега, Ах ты, русская дорога, Невозможный синий вет, Что кончается по гостам, Да строго. А потом уже под утро Мы с Серегой вдвоем Шли обнявшись По морозному бульвару. И казалось, будто снова Мы с задания идем Где-то очень далеко Под Кандагаром Вы не подскажете, Мы ищем Тамару Павловну. Она вот здесь вот просила подаяния. С ящичком сидела женщина такая. Не подаяния, она тебе деньги На вот эту, на эту часовню. То есть она собирала вот здесь вот милостыню И вот эту вот икону Христа Сеятеля Вот эту вот замечательную. Она восстанавливала сама И потом вот наняла реставратора, Который, это все на ее деньги. А, собственно, если бы вы ее видели, Она же вообще Ниченко практически. Посмотрела, а Господь стоит в помойке. Вот часовные дела были. Так грязно, Матери Божьей. Я пришла в церковь и говорю батюшке, Батюшка, Господь в помойке стоит. Он меня за шиворот схватил. В какой помойке? Я говорю, поедем, батюшка, молебень отслужит. Батюшка приходит. Приходит, молебень отслужил И была там заведующая. Он говорит ей, Открой часовню И пускай матушка уберет. И когда я убирала, Меня рвало. Там тухлые яйца были. Там голуби вонючие были. Там кошки, собаки были. Представляешь, что там было? Я все выбрасывала, мне рвало. Потом я там стала лопаточку зажигать. Потом стала цветы ставить. Люди стали радоваться. Люди стали веселиться. Вот дай Бог тебе здоровьется. Ой, дай Бог тебе здоровьется. Тебе к нам Бог послал. А ведь люди проходили раньше и не замечали, Что там есть такой святой образ. Иисус Христос на водах. Прям такая картина Петра Водкина из мозаики. Ведь никто даже не знал это. И в этой часовне, в этой часовне поставила Семисвечную лопату. Иконы. Из Почаева привезла. Такую Почаевскую икону. Я радовалась ей. И вдруг нехорошие люди Сломали замок. Взяли Семисвечную лопату. Взяли иконы. Все, что у меня было. Свечи. Все поворовали. Кружка у меня была нержавеющей стали. Топором разрубили. А я поехала у Почаева к батюшке. Батюшка меня благословил. И говорит, ну ладно, говорит, матушка, Что теперь делать? Ты будешь ты нервничать, плакать? Не надо. Я приезжаю в Москву. Толенька, давай порядке часовинку сделаем. Толя начала работать. Верхний купол затекал полностью. Везде поменяли. Ну, на этих самых местах затека поменяли дуги. Ну, прожавело. Понимаете? И вверху тоже. Крест выровняли. Покрашено этим способом напыления. Три раза. Теперь что? Сделала витражи. Там ничего не было. Все было выбито. Привела свет. Все проваривалось. Все стены закреплялись. Понимаете? Уже дыры пошли. Стены рушатся. Нужно же закрепить. Вода попадает. А здесь вот сверху, возьмите, везде просмолено все вокруг. Положено несколько слоев рубероидов. С внутри проштукатурено. Герметиком пройдено. Понимаете? Работы сделано очень много. Если вот так это самое разобраться, это все благодаря матушке Тамаре. Я ей очень благодарна. Потому что я как хозяйка, я чувствовала, что у меня на кладбище хоть одна часовня в идеальном порядке. Вы сказали хозяйка. Вы были директором кладбища? Вообще на кладбище работаю 68-го года. Но директором проработал 12 лет. Тут еще довольно интересная история с самой часовней. Потому что воздвиг ее в начале века русский миллионер. Потом он умер. Прошли годы революции, разруха. Она очень сильно тронула это кладбище. И какая-то безвестная нищенка, именно она, Тамара Павловна, восстановила эту часовню заново. Вы можете ее посмотреть в прекрасном состоянии, ухоженно, с уникальной фреской работы великого русского художника. Такие люди являются редкостью в наше время и, может быть, большим достоянием, чем известные кричащие о себе люди. Субтитры создавал DimaTorzok